То, что есть, то есть. Справедливость, справедливость. Если не было, зачем придумать? Но у нас же было великое прошлое. Мало кто знает, что, допустим, что русское государство, русская империя. Когда вы думаете, погибла русская империя? В 1917 году? Как вы думаете? В 1988 году. В каком? В 1988 году. Нет. Раньше. В 1775 году. А вы даже не знаете об этом, да? Да, именно так. Потому что в современной истории это событие проходит под, как говорится, кличкой «Восстание Пугачева». Видите, когда верили до чего? На самом деле, русская империя, это не просто я придумал. Русская империя, потому что ее столица, которая просуществовала больше ста тысяч лет. Какой город мира существовал больше ста тысяч лет? Аркадий. Нет, там пять-шесть тысяч лет существовало. Извините. Омск. Да нет, Омск есть, Асгард-Ириский. Асгард-Ириский. Да, Асгард-Ириский. На нынешнем месте сейчас есть город Омск. Так вот, этот город был разрушен ордами джунгаров 1530-й год. Все правильно. Но правильный календарь. Семь тысячи тридцать восьмого лета отствования мира. Потому что этот календарь, это юлианский календарь, как вы знаете, ввел Петр I, когда по юлианский календарь был 1700-й год. А у нас, в Руси, даже московская тартарь, как она называлась в то время, не русская империя, а московская тартарь, был до 1700-го года не юлианский календарь, а свой календарь, которому на момент ведения юлианский календарь был 7208-й год. Так вот, что интересно, посмотрите, даже вот я когда в школе еще учился, не студент в школе учился, помните, кто помнит, упоминает, что Петр I ввел календарь юлианский календарь на территории своего государства. Но я всегда подниму вопрос. Хорошо, ввел. Если календаря не было, так великое благо для страны, правильно? Ну не было, примитивное, дикари мы с вами были. И вот великий Петр I взял и вел календарь. Благое дело, да? Это один вариант. Второй вариант. Календарь был. Вопрос какой был? Нет ни одного вопроса, ответа, ни второй. А почему? А потому что, если бы сказали, что был календарь, по которому был 7208-й год в основном мирозвездном храме, то есть заключение мирного договора между древним Китаем и древним российским государством, который еще московская тартария принадлежала тоже как часть единой. Значит, во-первых, тогда была война, 7500 лет назад. Тогда была длительная война, была армия, государство из двух сторон. И была победа такая тяжелая, что ее стали использовать, победу, стали как новую точку отсчета. А если посмотреть дальше, то еще две точки отсчета есть. Видимо, слишком много вопросов, это сразу. Конечно. Вот просто, чтобы не задал вопросов, ввел и все. И вот не было ничего, раз и ввел. Понимаете, и вот это вот такие нюансы, которые в школе, в принципе, детям завещают, как последнюю инстанцию, они же не исчезают вопросов, по крайней мере, они не исчезли. И дальше изучение ни к чему привело, чтобы ничего пояснения этого нигде не было. Пока, до тех пор, пока в мои руки не попадали книги, которые действительно издавались до того, как вся эта афера была проведена. То есть, я бы сказал, что, я бы призвал, что в последнюю нашу эру, так сказать, Первая мировая война была не в 14-м году, я бы сказал, а именно в 1775-м году. Почему? Потому что после этого был мир полностью переделан. Полностью извращена была вся история. Будем применять этот термин пока еще, чтобы пока все привыкли еще к этому термингу. Все было извращено. Вот здесь вот я специально схватил, вот видите, это два тома, потому что мне их полностью три, потому что мне нужно два было для показания. Вот это два тома, первое издание британской энциклопедии. Первое издание. И, так сказать, издание-то, если специально открыть, покажу. Если посмотреть, конечно, что-то мелкое, не все увидят, но потом... Вот здесь латынинскими цифрами написано 1771-м году. Так вот, что хочу сказать? В третьем мире Британии. Так вот, это, во-первых, Британия никогда не была нашим другом. Это исторически было всегда сильнейшим врагом. Поэтому ожидать, что они там какое-то положительное добавили в пользу России и так далее, нет. Скорее всего, они сказали, что все, что можно. Так вот, если откроем здесь и просмотрим по надписи, какая самая большая страна мира в то время, согласно этой британской эциклопедии. Второе, уже ничего этого нет, самое интересное. Через там 10 лет, уже там ничего этого нет. Так вот, если откроем, то здесь написано, что самая гигантская, огромнейшая страна мира на 1771-й год, была Великая Тартария. Да. Великая Тартария. Вот Британская циклопедия. Вот, может, вот, у страны здесь не написано, если не верят, что я, может даже прочитать, прийти, почитать. И описывать границы. Просто здесь я, вот, к примеру, захватил карту, одну из карт, что не все здесь у меня есть с собой. Вот ее карта, то же самое Великая Тартария. С провинцией. Это оригинальная карта. Сейчас я... Нет, сейчас я сделаю. Это оригинальная карта 1693-го года. Не копия. Какая-то фальшивка. Оригинальная карта на рисую бумагу. На историческом музее до тех пор, если же карта стартария... Есть. Вот, да. Вот, вот, сейчас расстроюсь, чтобы все было видно. Это тоже. Ага, вот. Сейчас еще чуть-чуть. Спасибо. Это одна. У нас таких карт десятки. Десятки. Так вот, если мы просто кто-то смотрим, то есть опять-таки вот здесь. Вот видите, здесь границы, проходят. Видят? Вот оно. Вот здесь называется так нам Китай. А это граница. Если прикинете, а вот здесь. Если вы прикинете, то увидите, что граница с Китаем проходит по Великой Китайской стене. И таких карт не одна. И вот здесь все, видите, только с разной провинции. Великая Тартария, которая просуществовала до 1775 года. И она в этой же Британской эсклопедии. Вот здесь я покажу карту, здесь полхая просто, не такая качественная карта, потому что примитивно все равно в то время была типография, не такая сейчас. И хорошее разрешение там не могли сделать. Но там вот именно на Великой Тартарии написано Русская империя, не на Московской Тартарии. А там, где Москва и княжество Московское, написано Московской Тартарии. То есть, как это называют, Тартария и так далее. И доходило, просто кто... Можно же узнать, что... Вот. И доходило, и доходило, сказать, В другой своей статье по поводу замалчивой истории, там я приводил карту голландскую, тоже 17 века, где четко видно масштаб, на 1717 год размеры владений Романовской империей. Извините. Только на севере до Урала, потом посередину течения Волги шло по течению Волги, на юге доходило до Донецких, ну, вот из степей, так называемый, в общем, дикого поля. И все. Вот. И все. Там, конечно, много и так далее. Вот захватывал. Все это, что было Романовской империей на 1717 год. В принципе, это когда Петр Первый добавил, отвоевал когда-то потерянную территорию шведов и так далее. Правильно? То есть, после того, что завершил все свои завоевания. И понимаете, и вот все, что было Московское царство на 18-й век. И такое царство было, как вот видите, из-за Таринского успеха, до 1775 года. Вот тоже на этой же карте, вот там внизу, там провинция называется, Московская, там китайская Тартария. Почему называлась китайская Тартария? Не потому, что там китайцы жили. У нас в Москве есть Китай-город, да? Значит, что он китайцем заселен? Конечно, нет. То есть, Китай, Китай, китайский, Китай-город, означал огороженный город стеной. То есть, Кремль был, а потом была Слобода, которая огородилась стеной, припослой. Вот огороженный город назывался Китай-город. То же самое, это наше название, китайская стена, потому что, это Китка, огороженная, ограда. То есть, и если на то пошло, когда мы посмотрим высоту стены в южном направлении и в северном, то высота, как я называю, китайская, якобы, которая великая китайская стена, китайцы построили. Так высота ее в южном направлении в два раза выше, чем северная. Что это такое? Кто кого защищался? Кто кого возвел китайскую стену? Не китайцы, а якобы монголов, а наоборот, те, кто жили северной китайской стены, строили то, чтобы китайцы не лезли куда-нибудь. Потому что два раза выше, вот, прикиньте, вот, сквоз на юг два раза выше. Чтобы удобнее донезать? Конечно. Оказывается, чтобы монголом был, как они говорят, который, в принципе, никогда не существует, потому что слово «могол» и греческое означает «великий». Насколько я знаю, когда Гуменов писал о Монголии, оказывается, что в Монголии, пока советская власть не пришла туда, никто не слышал ни Ченисхана, ни одной легенды нет Ченисхане. Вообще, что они никогда себя не называли монголами и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. я с ним, в Монголии делал. И, понимаете, когда сопоставиваешься эти факты, когда рука, здесь просто покажу, чтобы задержать по поводу британской инцепропедии, а вот здесь есть карта, не, просто качество очень плохое. Вот видите, потому что там все-таки 700, 383, вот карта здесь, не такая, конечно, качественная здесь, вот здесь, если посмотреть поближе, здесь вот написано, видите, Тарталь, это и Русская империя. Это по Уралу, здесь вот, в Европе нет. А в Европе сейчас Московская Тарталь или Белоруссия написано над Москвой. Я не думаю, что они ошибались, там правильно назвали, но не в этом дело. Русская империя всегда была, так вот, Русская империя, если говорить правильно, была, погибла в 1975 году. И она просуществовала, на той территории, как она была, сто тысяч с лишним лет. И это все замалочили, исчезли. В следующем издании энциклопедии уже ничего нет. Нигде вообще упоминаний нет, что просто русские истории написали, это восстание Кугачева, вот он поднял, тому подобное, вот, Яку Петро, Петро Триньев, просто использовали, потому что старая династия была, и новая династия, московская династия считалась новой. Война между новой и старой династией. Новую династию поддерживали все страны мира. То есть, опять, я назвал бы это гражданская война, которой русские, которые приняли христианство, правоверное христианство, будет правильно, не православное, а правоверное христианство, так и называлось очень долго, воевали с ведической Россией, которая простояла больше ста тысяч лет. И ведическая Русь тогда, как она не пыталась сохраниться, как пыталась оградить свои границы, все-таки не смогла выставить, потому что, так сказать, те методы, такие силы, которые были брошены на уничтожение, довершились дело, она была уничтожена. Правда, надо сказать, должное, что Романовы все-таки смогли спасти большую часть, пускай они, хотя бы, я считаю, враги русского народа, но они были не враги себе, естественно, хотели как можно загребаться больше и так далее. Они захватили большую часть из-за разгромления русской империи. И опять-таки, получилась единая русская империя, только с другой стороны. Потому что, опять-таки, у меня есть карты, у нас же есть карты оригинальной, античной карты Европы. Так вот, в античной карте Европы Великая Татария включала себя, по крайней мере, на античный, 2-3 век нашей эры, она включала себя большую часть Европы, только Франция, Фракия, точнее, там она называлась, Испания, Британия и Италия откололились от нее. А все остальные территории европейские были в составе этой империи. И это постепенно, по мнению проникновения христианства, не христианства, это сейчас называют христианом, это была греческая религия, Денис Куденис. Во мере проникновения откалываюсь все больше и больше части этой территории. Притом, откалываюсь, не просто откалываюсь, а вот сейчас я работаю над статьей «Скрытый геноцид», я пытаюсь изложить материалы о геноцидах не скрытых, когда глотки резали, это было тысячу лет, продолжалось, так? И о том, что сейчас продолжаются скрытые геноциды, включая... разные алкоголи, чтобы уничтожать дальше людей. Но, тем не менее, я специально поднял вопрос, кто слышал о Венедах и Лютичах? Кто слышал? Вот видите, несколько человек сидящие здесь, люди, не безразличные в прошлом своей страны, конечно, не только русы, Венеды и Лютичи, которые были... Венеция, конечно, но это уже раньше была, правильно, а на потери посевертили. Так вот, когда наши предки допускали много ошибок, я считаю, были чересчур доверчивы, чересчур верили словам другим, потому что у них не было принято врать. И вот когда человек не врет, ему сложно, когда все вывычки... не было...